В великом храме города Бенарес в Индии, под собором, отмечающим середину мира, находится бронзовый диск, на котором укреплены три алмазных стержня высотой в один локоть и толщиной в пчелу. Давным-давно, в самом начале времен, языческий бог Брахма возложил на них 64 диска, сделанных из чистого золота. Причем так, что каждый меньший диск лежит на большем. Как только все 64 диска будут переложены на другой стержень, башня вместе с храмом обратятся в пыль и под громовые раскаты погибнет мир. По крайней мере, такую легенду придумал французский математик Эдуард Люка в 1883 году, когда изобрел вот такую головоломку. Эта головоломка называется Ханойские башни. Ее правила таковы. Перекладывать с одного стержня на другой можно только один диск. По одному диску. Причем нельзя допускать вот такой ситуации. Нельзя, чтобы диск большего диаметра лежал на диске меньшего диаметра. Нужно организовывать перекладывание так, чтобы все время диски меньшего диаметра лежали на большем. При этом вот так можно вполне или вот так можно. То есть, вот сейчас, например, для желтого диска открыт любой стержень. То есть, вот эти диски сейчас для перекладывания него как бы не существуют. Они равносильно их отсутствуют для него, для его перекладывания. Ну и, собственно, задачка какая? Переложить, я сейчас нарушу правила, переложить вот эти диски. Ну их там вообще предполагается штук так 8. У меня упрощенный вариант. Ну, я могу посложнее, но это лишнее время для нас. Переложить за кратчайшее время, соответственно, с первого стерженька, допустим, на второй. Как нам поступить? Ну вот, например, да, мы, очевидно, первый ход снять вот этот диск. Ну куда его перекладывать, да? Сюда или сюда? Ну тут большой вопрос на самом деле. Вот, я сейчас даже на память не помню, как правильно. Да, но я вот предположу, давайте вот так вот. А, скорее всего, я неправильно сделал. Давайте, ладно, раз. Сейчас, нет, нет, нет. А, да, нет, 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 прошу прощения. Этот. Да, кажется, все. Нет, неправильно. Значит, я перекладываю вот так, вот так, да, дальше вот так, вот так, далее вот так. Опа! Обратили внимание, да, вот этот момент ключевой, когда у меня самый большой диск перекладывается на требуемый блинчик. После этого я кладу, по-моему, вот так. Да, не ошибся, все очень хорошо. Ну вот у меня в итоге получилось все ровненько разложить, да? Но хотелось бы научиться делать это общим решением. И здесь нам поможет рекурсия. Чтобы построить общее решение, мы используем рекурсию. Каким образом? Давайте рассмотрим перекладывание отдельно блинчика самого большого и всех остальных. Дело в том, что все остальные блинчики представляют из себя пирамиду высоты n-1. Ну, если я считаю, что это n-ты блин. Ну, или диск. Соответственно, мне нужно переложить с первого на второй. Очевидно, что в качестве промежуточного я могу использовать третий. Давайте посмотрим, что из этого получается. Мне нужно переложить вот эту пирамидку высоты n-1 с первого диска на третий. Затем, что мне требуется? У меня диск самый большой находится еще на первом столбике-штырьке. Пирамидка n-1 находится у меня на третьем штырьке. Я торжественно перекладываю вот этот вот блин. Я этот момент отметил, когда делал это на головоломке. Затем, что у меня получается? Блин размера n находится на втором штырьке, где и должен находиться. Эта пирамидка находится по-прежнему вот тут, где n-1. И я должен вернуть ее, переложив... Не вернуть, в смысле, а переложить ее с третьего столбика на второй столбик. Ну, и в результате получится, собственно, то, что мне требуется. Блин размера n, сверху пирамидка n-1, и они на втором штырьке. Надо заметить, что задача свелась к подзадаче. Но моя задача исходная была переложить пирамидку высоты n с первого на второй штырек, а подзадача оказалась немножко другой. В ней нужно перекладывать... Точнее, их две подзадачи. Пирамидку меньшей высоты, но с первого на третий столбик, а потом с третьего на второй. Таким образом, для того, чтобы сделать решение рекуррентным, мне нужно обобщить эту задачу. То есть, мне нужно научиться перекладывать не с первого на второй, а с итого на катый. Ну, тогда возникает вопрос, а какой номер имеет вот этот вот третий столбец временный, на который должна на время уйти пирамидка высоты на 1 меньше, да, n-1. Да, то есть, это итый, это катый. А это что? Ну, давайте назову его ТМП. Вот этот номерочек временный, ТМП. Но как его вычислить? На самом деле, можно воспользоваться простым и интересным инвариантом. А именно, обращая внимание, что 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Очевидно, что у меня И и К всегда будут разными номерками. Не важно, 1, 2 или 3, что там будет за И и К скрываться. Но я точно могу сказать, что И плюс К плюс ТМП равно 6. И если я знаю И и К, то временный столбец имеет номер 6 минус И минус К. Вот это основная формула, которая мне понадобится для вычисления номера промежуточного столбика в качестве того, на которое буду ссаживать пирамидку меньшего размера. Это рекуррентный случай. То есть, то, что сейчас я описал, это по сути описание рекуррентного решения. Три действия. На самом деле, это просто демонстрация результата. Действий фактически три. А что такое крайний случай? А крайний случай у меня будет. Это перекладывание пирамидки высоты 1. То есть, когда высота Н равно 1. То есть, по сути, пирамидка, микропирамидка, состоящая из одного единственного блинчика. Ее перекладывание тривиально. То есть, возьми с Итого накаты и переложи напрямую. Одно действие. Временный столбец при этом не требуется. Да, ну вот как у меня этот желтый диск. Все понятно, да? Теперь давайте с вами запрограммируем это на компьютере. У меня есть программа заготовка. Сейчас она просто говорит, переложи диск. Как будто никакой пирамиды там вообще нет. Сверху. Да, ну, тем не менее, я заготовил функцию, у которой три параметра. Н – высота пирамидки и столбец, с которого К – столбец, на который надо перекладывать. Итак, давайте дальше сделаем. Во-первых, оформим крайний случай. Если у меня n равно 1, то что я должен сделать? Ну, тогда у меня, очевидно, будет одно единственное действие. А вот если нет, ну, тогда будет рекуррентный случай. Итак, сейчас это я делаю туда, вложу. Ну, значит, у меня в этом случае moveDisk1, да, то есть n у меня там равно 1. Значит, fromPin, ну, какой ик, там так и есть ик, никуда от них не деться, да, вот. Понятна логика, да? Очень важно, чтобы этот крайний случай был обработан отдельно. А вот теперь у меня рекуррентное решение для всех n, не равных 1. Что я говорю? Вначале вычисляем int tmp, вычисляем временный столбик. Как я уже сказал, 6, минус i, минус k. Затем мне надо переложить пирамидку высоты n-1 с и того столбика на столбик tmp. Распечатку этих действий сделает функция ханои. Да, это та же самая функция, в которой я сейчас нахожусь. Но я говорю, она будет рекуррентно вызываться, у нее меньший параметр, да, и она сама разберется, как это делать, рекуррентно или уже крайний случай наступит. Это уже ее дело. Ханои, соответственно, n-1 высота ее, да, то есть ей меньше дисков остается перекладывать. Дальше что? С и того на временный столбец. Затем я перекладываю торжественно этот самый блин размера n, диск размера n, с и того на катый. Вот он, торжественное перекладывание. После чего я снова вызываю функцию ханои, которая переложит мне пирамидку вот эту n-1 с временного столбца на целевой, на конечный. И на этом все. Вот оно, все решение. Посмотрите на него внимательно. И давайте его запустим. Сейчас перекладывается пирамидка высоты 3. Смотрите, первый с первого на второй. Давайте с вами посмотрим, так это или не так. Отыграем это решение. Я снимаю один блинчик, оставляю только 3. И делаем ровно то, что говорит мне программа. Что она мне говорит? Перекладываем с 1 на 2, дальше с 1 на 3, со 2 на 3, диск 1, дальше диск 3 с 1 на 2, диск 1 с 3 на 1, диск 2 с 3 на 2 и диск 1 с 1 на 2. Вуаля. Собственно, это конец нашего разговора про ханоиские башни. В этой задаче есть обобщение, когда, например, запрещено перекладывать с какого-то конкретного столбика на какой-то конкретный другой. И она, тем не менее, решается. Но уже, конечно, другое количество ходов. Можно, глядя на рекуррентное решение, доказать, что оно оптимальное. Задача про ханоиские башни не так тривиальна, когда становится большее количество столбиков. И там для определенного количества столбиков даже не найдено оптимальное решение. Начиная с 10 столбиков. Но для трех она является такой красивой, образцовой. Надеюсь, она вам понравилась. Переходите к следующему видео. Продолжение следует...